В данном видео я расскажу о потенциальных на данный момент сценариях развития украинского конфликта, а также о их положительных и отрицательных сторонах. Но для начала хочу напомнить тебе, что подписчики на Бусти получают ранний доступ к тем видео, что выходит на Ютубе. Также специально для них выходит эксклюзивный контент, причем регулярно. К примеру, на днях я рассказал о реальной эффективности тактики перемалывания армии и на кого в данный момент она работает. Ссылка в описании под видео. Ну а теперь погнали! Боевые действия в Украине уже давно перешли в стадию битвы резервов, в которые преобладающее место занимают военные действия на стабильных фронтах большой протяженностью с глубоко эшелонированной обороной. Борьба идет за каждый населенный пункт, за каждую улицу и за каждую руину избушки. В связи с этим задаешься вопросом, сколько еще может продолжаться украинская война. Еле меняющийся фронт объясняется как периодическими неблагоприятными погодными условиями, так и фактическим паритетом сил. Прежде чем разобрать самые вероятные сценарии окончания войны, подчеркну, что всецело позитивных вариантов для России и для Украины уже не существует. Главной целью конфликта сейчас является достижение не хороших, а как можно лучших условий для достижения мира. Ну а там уже каждая из враждующих сторон придумает, почему победила именно она. Причем если Россия сформировала свои цели достаточно абстрактно, то в Киеве это сделали четко, привязав победу к границам 1991 года. Соответственно, менять свою позицию Украине будет гораздо болезненней. Итак, первый сценарий связан с возможной смутой внутри России после объявления второй волны мобилизации. Судя по тому, что сейчас российская армия комплектуется только добровольцами, можно сделать вывод, что у руководства нет цели нанести решающий разгром Украине. Вместо этого осуществляется выдавливание противника, который, отступая, выстраивает все новые и новые оборонительные линии. Проблема в том, что в Киеве на разрешение конфликта смотрят совершенно иначе. После неудач, с которыми столкнулась российская армия в 2022 году, украинцы уверились в возможности добиться полной победы чисто военным путем. Продолжающаяся тотальная мобилизация действительно может привести к тому, что численности российской группировки станет опять не хватать. Если не провести вторую волну мобилизации, то фронт на каком-то участке может рухнуть. Ну а если провести, то повышаются шансы на социальное недовольство внутри страны. К тому же в России отрицательная демография и недостаток рабочей силы. Все это негативно скажется на экономике. А вкупе с проблемой с мигрантами и иными межнациональными конфликтами, все это способно привести к вооруженным столкновениям. К слову, на этот сценарий Киев возлагает свою главную и, пожалуй, единственную надежду. Причем нельзя сказать, что она беспочвена. Военный мятеж Пригожина в июне 2023 года показал, что возможно всякое. Да, государство выстояло, решив проблему за один день. Но при этом самая сильная частная армия в мире прекратила свое существование. С другой же стороны, резкое наращивание группировки войск с помощью мобилизации действительно способно значительно ускорить темпы продвижения российской армии. Повысятся шансы обрушить фронт и выйти к границам стран НАТО. Второй сценарий тесно связан с ядерным оружием. Причем не только с его запугивающей демонстрацией, но и с применением. Применение тактического ядерного оружия возможно не сколько по укрепленным позициям и инфраструктуре, сколько по военным аэродромам. Причем не обязательно только украинским. Польша, как нетрудно заметить, уже давно напрашивается. Грамотное применение тактического ядерного оружия в теории способно нанести украинским вооруженным силам серьезный урон и в корне изменить ситуацию. Однако при этом возникают некоторые риски. Отрицательных сторон у данного сценария достаточно много. Во-первых, применение ядерного оружия способно сломить украинцев лишь в теории. На практике же все будет зависеть от масштаба и грамотности применения. Силы украинской армии рассредоточены, и потому сложно представить, сколько же конкретно ракет потребуется. Во-вторых, возникают риски заражения местности. Если удары будут нанесены по мостам, то возникает угроза заражения рек. Не стоит забывать, что Россия заинтересована в сохранении населения и пригодных условий для жизни на тех территориях, что она занимает. Ну и в-третьих, существуют риски, что в случае применения ядерного оружия Соединенные Штаты передадут свое ядерное оружие Украине, политическое руководство которой применит его по территории России, не задумываясь. Третий сценарий предусматривает продолжение войны на истощение в текущем формате с целью принуждения противника к миру на своих условиях. Политическое руководство России делает все, чтобы война не затрагивала большую часть населения, а экономика функционировала в режиме мирного времени. Конфликт постоянно сопровождается различными договоренностями, дабы сдержать эскалацию. Причем любая заморозка конфликта обязательно приведет к возобновлению войны в ближайшем будущем. Заморозка крайне выгодна именно Украине, для того, чтобы спокойно отмобилизировать, обучить и вооружить свежие бригады для скорого реванша. С помощью Украины американцы и их западные союзники продолжат истощать военные возможности России и изматывать ее армию в затяжном конфликте. В настоящий момент российские вооруженные силы находятся на подъеме. Однако неясно, что будет еще через пять лет такой интенсивности боевых действий. В целом же следует еще раз подчеркнуть, что военный конфликт на истощение смертелен для Украины, судьба которой, по большому счету, никого не интересует. Но при этом и крайне невыгоден России. Она обладает меньшим экономическим, технологическим и военно-промышленным потенциалом, чем коллективный Запад. К тому же, чем дольше затягивается конфликт, тем выше вероятность прямого вмешательства в него стран НАТО. С другой же стороны, война ограниченным ресурсом позволяет в настоящее время сохранять в обществе некоторое спокойствие и развивать гражданский частный сектор. По итогу стоит отметить, что события на данный момент развиваются именно по третьему сценарию. Не стоит забывать, что Россия – это страна с отрицательной демографией. Потому затяжная война может иметь фатальный результат в длительной перспективе, даже после окончательной и безоговорочной победы. В Москве все еще рассчитывают, что военный конфликт можно завершить переговорами. Например, в случае победы на выборах Дональда Трампа. Ну а пока что помощь от стран НАТО не прекращается и уже распланировано как минимум на год вперед. Полное занятие Донбасса и создание буферной зоны у границ Белгородской области не закончат войну победой. А это значит, что отсутствие четких целей, стратегии и идеи военного и политического противостояния по-прежнему остаются для России ключевой нерешенной проблемой. Ну а мне, как всегда, будет крайне интересно узнать твое мнение в комментариях по этому вопросу. Какой сценарий именно ты считаешь наиболее реалистичным? Не забывай при желании поддержать мой канал небольшой копеечкой на Бусти. Бонусом ты получишь эксклюзивные видео. Чтобы знать еще больше самых интересных и важных новостей, обязательно вступай в мою группу ВКонтакте. На всякий случай подписывайся на мой Яндекс Дзен и другие платформы. И про мой второй музыкальный канал не забывай. Все ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Хардастер. Всем мира и процветания! Субтитры сделал DimaTorzok